Добрый вечер. Во-первых, хочу поблагодарить господина Попова за приглашение принять участие. Нам очень приятно находиться. Мы впервые из Индонезии участвуем в этих обсуждениях. Для нас это очень приятно. Надеемся, что в будущем сможем вносить больше вклад в эти обсуждения. Я надеюсь, что я буду говорить в этот раз достаточно просто. И хочу начать с рассказа о собственном опыте, когда мы говорили о мусульманах в Крыму, о войне в Сирии. И хочу рассказать вам, что я не впервые приехал в Ялту. Я здесь был три года назад, в 2015 году. Это была для меня очень необычная поездка. А что я здесь сделал в 2015 году? Я хотел доказать себе, что СМИ ошибаются. И что хотел убедиться, безопасно ли здесь или нет. И что правда ли, что говорят в СМИ. Я думаю, что как журналисты мы должны поступать именно так. Мы должны искать истину и распространять потом ее. Я работаю в российских средствах классовой информации, поэтому я не считаю, что должен защищать Россию. Я должен распространять истину. В 2015 году мой русский был очень плохой. И я решил поехать все-таки один на две недели. У меня не было тогда интернета, потому что у меня московская была симка. Не мог использовать тогда ее на территории Крыма. И не мог в Крыму спросить, как же использовать другую симку. И я направился в Симферополь, в Бахчисарай, Ялту, Судан, Севастополь, Баклава. Был один, полностью один. Разговаривал с людьми. С таксистом разговаривал. С людьми на рынке, с семьями, многими семьями. Задавал один вопрос. Что вы думаете о референдуме? Что вы думаете о нынешней ситуации? Вот сейчас полтора года прошло, после присоединения. Все были довольны, все говорили позитивно. Увидел ли я российские подразделения, войска, какое-то подавление в Крыму. Ничего не увидел. Когда я приехал, это было за неделю до Курбан-Байрама. Это было мое первое впечатление об таком важном празднике мусульманском, помимо моей семьи, конечно, у себя в стране. Я отмечал его. Моя семья была грустна, потому что я уехал на такой важный праздник из семьи. Но я должен был уехать именно на праздник, чтобы посмотреть своими глазами, как отмечается этот праздник. До этого я жил в гостинице в Симферополе имени Александра Невского. И в пять часов меня разбудил звук из мечети. Я был в центре города. Я проснулся и мог сказать, что для меня это была очень красивая церемония. Она очень запоминалась. Я никогда не ожидал, что я услышу айзам на российской территории. И в Крыму я услышал айзам. То есть я понял, что все, что говорилось в СМИ о подавлении, все это неправда. Потому что я сам из собственного опыта увидел правду. И я разговаривал с людьми. Через два дня наступил праздник Курбан-Байрам. Я отправился в мечеть в Ахмеджи, в Симферополе. Встретился с людьми. Попробовал местные блюда. С татарской семьей познакомился. Все мне очень понравилось. Все было очень памятно для меня. Я написал потом статьи. Я видео снимал, в блоге опубликовал. Вот и я таким образом установил истину. Я думаю, что как журналисты мы должны поступать именно таким образом. Стремиться к установлению истины и говорить истину. Потому что в этом заключается наша работа. Я думаю, что должен сказать, что люди во всем мире должны знать лучше, узнавать лучше друг друга. Должны знать о жизни сообществ мусульманских в разных странах, включая Россию. И что нам необходимо делать? Я бы хотел, чтобы Россия, российское правительство могло бы приглашать более часто иностранцев для подобных обсуждений. Это четвертая конференция. Но для нас это первое участие в такой конференции. И мы очень благодарны за приглашение. И надеемся, что конференция состоится и на следующий год. И будет больше участников и из нашей страны, и из других, из Малайзии. И необходимо участие и журналистов, и экспертов из нашего региона, которые могут внести и свой вклад в это обсуждение. И это обсуждение будет полезно. Они потом могут напечатать эту информацию в своих СМИ. Я думаю, что это все. Спасибо за ваше внимание. Добрый день. Добрый день.